...недоверие министру здравоохранения Ингреди Цирсена и правительству в сфере медовслуживания. Семейные врачи считают, что реформы правительства носят противоречивый характер, неэффективны и несправедливы. По мнению врачей, правительство не солидарно со своим населением, допуская ситуации, когда пациент не получает гарантированное государством медовслуживание. Премьер-министр Лаймдута Страуима позвала педагогов на переговоры, но ни просьбы главы правительства, ни расплывчатые обещания министра образования не отговорили профсоюз педагогов от запланированных протестов. 12 мая учителя выйдут на Домскую площадь требовать достойные зарплаты. Незадолго до встречи представителей профсоюзов с премьером министр образования сделала ход конем и сообщила, что в стране может появиться пенсия по выслуге лет для педагогов младших классов, учителей, физкультуры и специальных школ. Министр также сообщила, что готовится новая модель начисления зарплат педагогов. Возможно, но не факт, будет отменен принцип «деньги идут за школьником», из-за которого зарплаты сельских учителей мизерны. Новая модель готовится, и в конце мая первые ее наброски будут представлены. Но фактически это лишь половина из целого списка требований педагогов. Главная из них – полная оплата труда учителя, в том числе и достойное вознаграждение за проверку тетради и подготовку к урокам. Профсоюз посчитал, что ежемесячно учитель перерабатывает на 340 евро, которые ему государство не платит. Учителя устали от такой благотворительности. Ну, кушать тоже надо. И детей своих кормить, и семью. И потому у нас вообще в отрасли мужчин нет. Потому что надо семью, и жена требует, и дети требуют. Премьер Ламидо Страуниума никаких обещаний на сегодняшней встрече не дала, поскольку работа над подготовкой бюджета следующего года и не начиналась. Соответственно, педагоги планы менять не будут и на митинг выйдут. Хотя премьер считают такие выступления в нынешней международной обстановке угрозой безопасности. Мы это отговорили. И профсоюзы берут на себя ответственность за порядок. Просили перенести? Я просила. Я просила. Ожидается, что в митинге педагогов 12 мая на Домской площади примет участие свыше 5000 человек. Так что учителя оказались в принципиальной федерации пенсионеров, которая после просьбы премьера отменила свой пикет, намеченный на 12 марта. Алексей Дунда, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал. Пожар сегодня возник в анатомикуме Рижского университета Страдания. Как сообщили представители государственной пожарно-спасательной службы, открытый огонь с задымлением.